Мы согласны с другим ведущим образователем учреждения страны, что действительно нужно максимально попробовать получить полноценный материал сначала эндоскопическим методом, оценить настоящий риск, группу риска пациента и уже совместно принимать решения. Меня зовут Елизавета Афанасьевская, я аспирант и стажер-исследователь Медицинского научно-образовательного центра МГУ и разрешите представить наш интерактивный случай со стороны хирургического лечения немышленно-инвазивного рака мочевого пузыря и внутрипузырной терапии. До 70% приходится именно на немышленно-инвазивный рак мочевого пузыря. И согласно российским и европейским клиническим рекомендациям, первым этапом хирургического лечения является трансуратуральная резекция. Почему это важные этапы? Потому что, с одной стороны, по результатам нашего патоморфологического исследования, пациент будет стратифицирован в ту или иную группу риска и будет определена дальнейшая тактика его ведения. А с другой стороны, потому что радикально выполненная трансуратуральная резекция поможет повысить безрецидивную выживаемость у пациента. И таким образом трансуратуральная резекция является лечебно-диагностической процедурой и основополагающим этапом хирургического лечения немышленно-инвазивного рака мочевого пузыря. Что есть у уролога для выполнения трансуратуральной резекции? Есть различные виды визуализации, мы уже их немножко обсудили. Есть различные способы удаления опухоли непосредственно со стороны техники. Есть разные энергии, электроэнергия и лазерная энергия. И есть несколько инструментов. Что касаемо дополнительной эндоскопической визуализации, наиболее широко распространенными, как уже показал наш интерактивный опрос, является фотодинамическая диагностика и юско-спектральная визуализация. В отношении фотодинамической диагностики описаны ее преимущества и в отношении выявления карцинома ин-ситу, а относительно НБА показывает больше преимуществ при наблюдениях трехмесячных и 12-месячных в отношении опухоления низкого риска без карцинома ин-ситу. И результаты крупного систематического обзора и метаанализа показали, что и НБА, и технология, и фотодинамическая диагностика обладают более высокой чувствительностью и специфичностью в отношении выявления опухолемочевого пузыря по сравнению с обычной цископией в белом свете. Так как, просто даже из разговоров с коллегами, потому что я видела, кто делает, как что работает, даже имея технологию НБА у себя в операционной, почему-то не все ей пользуются. Поэтому мы посчитали нужным показать вот эту картину, где при цископии в белом свете действительно не видно этой красной точки. В режиме НБА ее видно. Соответственно, исходно шли по данным УЗИ на крупный опухолемочевого пузыря. В режиме НБА увидели дополнительный подозрительный участок, сделали резекцию и подозрительного участка и основной крупной опухоли, и по результатам получили, что и там, и там был ротулиально-папиллярный рак. По поводу способа удаления опухоли у хирурга есть два варианта. Три еще есть фольгурации, но это очень редко все-таки делается. Нас интересует больше всего стандартная транссортуральная резекция, когда выполняется последованием последовательного удаления сначала экзофитной части опухоли, затем ее основания и краев резекции. Либо резекция стенки мочевого пузыря с опухолью единым блоком. Как правило, хирург делает выбор в пользу того или иного метода в зависимости от размера опухоли, ее локализации и, собственно, своих возможностей, своих личных предпочтений. И в целом достаточно большой ажиотаж вызывает резекция опухоли мочевого пузыря, эндблок резекции мочевого пузыря, потому что исходно она была призвана для того, чтобы повысить онкологические результаты, потому что кажется, что удаляя опухоли единым блоком, не разрушая ее, мы профилактируем обсеменение опухолевыми клетками слизистой мочевого пузыря, вроде как удаляем питающие сосуды, потому что начинаем удалять опухоли с основания. Но на практике же мы не видим таких результатов, которых хотели бы увидеть, с одной стороны. И с учетом того, что это действительно дискутабельная тема, в 2020 году был проведен большой международный консенсус, который на основании различных рандомизированных клинических исследований выявил целых 103 позиции, которые требовали решения консенсуса относительно НБЛОК. И самые интересные из них были то, что 3 см не является ограничением для выполнения НБЛОК резекции по данным консенсуса этого, что количество опухолей, их локализация тоже не является ограничением для выполнения опухоли, хотя казалось бы, что при локализации опухоли на передней стенке мочевого пузыря, либо при мультифокальном росте чаще хирург пойдет на трансуртральную резекцию. И также из интересного, что по поводу методов эндоскопической визуализации не был достигнут консенсус на тему того, что они повышают выявляемость опухолей. Итого получается, что преимуществами, так сказать, выносимыми на защиту НБЛОК резекции является отсутствие запирательного рефлекса, высокое качество исследования материала для патоморфологического исследования. И много работ было посвящено тому, что при НБЛОК резекции гораздо чаще в материале обнаруживается детрузор. Но при этом при всех этих плюсах не было разницы по отдаленным онкологическим результатам, что у меня всегда вызывало вопросы. Как-то это не очень логично. Мы можем просубстандировать опухоль, детрузор у нас почти всегда есть, но почему-то результаты не отличаются. И в 2022 году не так давно было опубликовано действительно качественно, хорошее проспективно рандомизированное исследование, по результатам которого не была выявлена разница по наличию детрузора в микропрепарате по сравнению со стандартной трансуртуральной резекцией. И таким образом запирательный рефлекс остается основным преимуществом трансуртуральной резекции стенки мочевого пузыря с опухолью и единым блоком. При, что немаловажно, именно при лазерной блоке резекции запирательный рефлекс исключен, в то время как при стандартной трансуртуральной резекции можно встречаться до 16% случаев. И, собственно, почему кроме дополнительных седых волос на голове хирурга, чем страшен запирательный рефлекс, это возникающие перфорации, более продленные катетеризации мочевого пузыря, большим пребыванием пациентов в стационаре и невозможностью выполнить немедленную внутрипузырную инстилляцию. А ее выполнить мы должны, потому что по данным исследований это действительно влияет на отдаленные онкологические результаты, что пятилетняя частота развития рецидивов при выполнении немедленной внутрипузырной инстилляции действительно снижается больше, чем на 10%. Препараты, которыми может быть выполнена немедленная инстилляция, относятся метамицин, перорубицин, перорубицин, аналог докторубицина и гемцитабин. Показаниями к проведению немедленной инстилляции является не только первичная опухоль, по поводу которой мы делаем тур, но также и рецидивная опухоль, если количество рецидивов менее одного в год, а по РТС менее 5 баллов. Из побочных эффектов описаны десурические явления, гематурия, тазовые симптомы, простатит, которые как правило не требуют каких-то дополнительных вмешательств, максимум симптоматической терапии. Из системных нежелательных явлений описана мелосупрессия, которая описана в старых работах и очень редко встречается. А вот как раз такие осложнения, как цистит, встречаются у разных препаратов до 40%, и также из отдаленных осложнений описаны сморщивание мочевого пузыря, но как правило в работах все-таки 15 или 10 лет недавности. Что может остановить нас от выполнения немедленной инстилляции? Это перфорация мочевого пузыря, либо активное кровотечение с образованием сгусток. Альберто Бредо предложил классификацию эндоскопической перфорации мочевого пузыря, проанализировав большое количество трансферутральных резекций, и при перфорации второго в паравизикальный жир и третьего в интерперитериальных перфорациях уровня статистически, естественно, реже проводилась внутрипузырная инстилляция. А при перфорациях первого уровня, когда мы видим проблескивание жира через все-таки мышечный слой, инстилляции выполнялись, и каких-то значимых осложнений выявлено при этом не было. Но когда у нас нет возможности выполнить внутрипузырную инстилляцию, у нас есть достойная альтернатива, которая показывает сопоставимые онкологические результаты. Это продленная ирригация физиологическим раствором в течение суток после трансферутральной резекции. И может быть это актуально тоже в условиях сложной ситуации с химиопрепаратами. Далее пациент по результатам уже патоморфологического исследования стратифицируется в ту или иную группу риска, и ему может быть предложена БЦЖ-терапия, либо внутрипузырная химиотерапия в случае промежуточного риска, либо только БЦЖ-терапия в случае высокого риска. Немножечко про БЦЖ тоже поговорим. Основными противопоказаниями являются макрогематурия, травматическая катетеризация в анамнезе, это симптоматическая инфекция мочевых путей. Ее нельзя проводить ранее, двух недель после трансферутральной резекции. И по некоторым статьям тягощенный афтезиатрический анамнез также является противопоказанием, однако в рекомендациях этого нет. Основными, не основными, а в Российской Федерации зарегистрированы два препарата для проведения БЦЖ, это отечественный муронвак и БЦЖ-медак. БЦЖ-терапия может проводиться, в курс БЦЖ-терапии входит индукционный курс и поддерживающая терапия. Длительность последнего зависит от группы риска до года в промежуточном риске и до трех лет в группах высокого риска. При БЦЖ-терапии уже гораздо чаще встречаются побочные эффекты, которые уже чаще требуют каких-то дополнительных действий с нашей стороны, например, противовоспалительная инстилляция мочевой пузырь при длительных циститах либо даже назначение противотуберкулезной терапии и, соответственно, прекращение БЦЖ-терапии. Из вспомогательных технологий, которые пока как бы широко не распространены, но уже по имеющимся результатам могут быть многообещающими. Это микроволновая гипертермия, внутрипузырная химиотерапия с гипертермией и новые системы доставки химиопрепаратов, такие как электрофорез и гемрис. И так как все-таки это форум молодых специалистов, мне кажется, и в очень многих исследованиях пишут, что эффективность трансуртуральной резекции зависит от опыта хирурга, мне всегда было непонятно, опыт хирурга это сколько, как вот я пойму, что я уже опытная. И этот вопрос не только меня волновал, видимо. И по данным крупного исследования по анализу тысячи трансуртуральных резекций, выполненными резидентами, было определено, что 100 трансуртуральных резекций достаточно для того, чтобы достичь уже неплохих результатов у пациента. И для обучения в помощь молодым специалистам были разработаны различные тринозоры и симуляторы. Но мне кажется, что если ты осваиваешь эту технологию, эту операцию с опытным наставником, который стоит за твоей спиной, держит твои руки, подсказывает, где ты был неправ, то кривую обучения можно пройти чуть-чуть быстрее. И в заключение хотелось сказать, что в телеграм-канале Российского общества онкоурологов к анонсу этого мероприятия была цитата из книги Найдементора «Это любой значимый результат всегда является результатом действия группы». И мне кажется, когда действия со стороны молодых специалистов и экспертов совмещаются, можно достичь действительно больших результатов. Очень большое спасибо за предоставленную возможность выступить, за оказанное доверие. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елизавета Владимировна. Наверное, много вопросов. Мария Владимировна меня терроризировала. Весь доклад толкала в бок, что хочет много чего спросить. На самом деле, спасибо вам большое за такой визуальный ряд, за демонстрацию возможностей минимально инвазивного лечения. И вопрос, который я хотела задать ко всем, ну и к вам. Как вы все-таки профилактируете запирательный рефлекс? Что делаете? Честно говоря, мы делаем лазерную эндблокосификацию. Да, потому что я, например, я всегда пугаюсь. Вот я вот жду вот что вот сейчас, вот сейчас, и потом вот раз, оно вот наступило. То есть это, ну, как бы описано, естественно, там, если это электрохирургия, описано снижение, уменьшение, господи, эффекта непосредственно на петле. Но, как бы, можно термошить анестезиологов. Ну, это, соответственно, просьба не о спинальной анестезии, а об инвентационном наркозе. Но на самом деле это, как бы, стопроцентный профилактика – это использование лазера. Да. А вот у меня очень коварный вопрос созрел. А вы используете фотодинамическую терапию? Нет. Или кто-то может в зале использовать фотодинамическую терапию? Поднимите руки, пожалуйста. Вы одинок. Я, да. А, кстати, три месяца назад, когда эти опухоли входили в категорию квот ВМП, фотодинамическая терапия была обязательно у всех. А можно вопрос? По поводу тур-энд-блок. Вы сказали, что опухоль больше трех сантиметров, а рекомендации, последним рекомендациям, ну, целесообразно, можно лучше делать тур-энд-блок. Как вы считаете, смысл есть? Нет, не совсем я так сказала. Я сказала, что был проведен консенсус, и который посчитал, то есть там собрались лидеры опинин в этой области, и они решили, что три сантиметра – это не ограничение. Как раз-таки в рекомендациях написано все-таки, что энд-блок рекомендуется для небольших опухолей. Смысл все равно есть, на самом деле, потому что если мы удалим экзофитную часть, либо даже мы удалим, во-первых, сразу энд-блок, потом ее разрежем и по частям будем извлекать эту опухоль, у нас есть дно резекции, более качественно забранное для патоморфологов. Это тоже дискутабельный вопрос. Я понимаю, это зависит от патоморфологов, что они, и что человек может, и хирург может выполнить трансуртральную резекцию, дать хороший материал для патоморфологов. Но смысл описывается такой, что при больших опухолях подразумевается, как правило, глубокая резекция, и как раз-таки, например, при лазерном энд-блоке может быть достигнута контролируемая перфорация мочевого пузыря, то есть более претензионная работа, чем при трансуртральной резекции. Анна Сергеевна, вам нравится, когда энд-блок приносит? Вот вам ответ. Тогда поблагодарим Елизавету Владимировну и предоставим слово снова Куславу Геннадьевичу. А пока открывается продолжение случая, я вот, тут уже Сергею Александровичу показывала дистологическое заключение, хотелось бы получить мнение, наверное, Анны Сергеевны, может быть, еще кто-то выскажет свои предположения. Клиническая ситуация, первичная опухоль мочевого пузыря, образование 1 см, в регионе выполнен тур мочевого пузыря. Мы выполнили пересмотр стеклопрепаратов, и вот буквально вчера пришло заключение. Поверхностное отдело попилярной уротелиальной карциномы, low grade, без инвазии в подлежащие ткани, точка, мышечный слой стенки отсутствует. Кто будет делать ретур? С учетом того, что нет инвазии в подлежащие ткани собственной пластинки. Ну, мне кажется, опухоль сантиметр стоит доверять коллегам из регионов. Ретур. А для чего? А для чего? Сантиметровая опухоль, одно движение петли. Ну, в специализированном учреждении разницы нет, там, в каком регионе. Он куролог сделал тур. Ну, прорастание мышечной пластинки слизистой нет. Для чего делать тиратур? Насчет разницы нет, в каком регионе я согласен. 10-20% резидуальной опухоли. Именно в такой ситуации. Аргумент? Аргумент, но... Насколько это вообще вот эти данные 10-20% они актуальны в наше время? Потому что вот иногда в процессе резекции ты прям видишь глубину инвазии в процессе резекции и понимаешь, что мышцу брать не нужно. Ну, чуть позже я, например, в своем докладе покажу, что при повторных трансурокатеральных резекциях даже секонд лук, даже не 20%, ЕАУ в этом году публиковали, до 45% есть вероятность пропустить наличие опухоли вторичным мочевым пузырям. И 10-20% при ТА. Можно немножко откомментировать? Конечно. Значит, у нас есть неинвазивный рак мочевого пузыря. И мы его условно делим на раке низкой степени злокачественности, что мы оттену тут говорим low-grade, удобнее ложиться на язык, и высокой степени злокачественности. Но границы между ними, морфологические, вот эти критерии, они очень размыты. Поэтому вот не зря во всем мире до сих пор не отказались от предыдущей трехступенчатой системы градирования, которая была предложена в 73-м году. И везде градируют по вот этим двум классификациям. Я в своем отделении своих врачей заставляю, чтобы они тоже градировали, и сама так делаю по двум классификациям. Во-первых, это не лишняя информация для уролога. Мало того, что мы работаем вместе, и, в общем-то, я надеюсь, наши урологи нам доверяют. Но, вот посмотрите, вы получаете заключение низкой степени злокачественности без инвазии и точка. Вот я пока не видела препарат, я не знаю, действительно ли это низкая степень злокачественности. Тем более, я в своей жизни столько насмотрелась вот этого разночтения, где я абсолютно не согласна со степенью злокачественности. Но вот если написано, вот как в предыдущем заключении, низкая степень злокачественности G1, вот здесь я с гораздо большей уверенностью доверяю своим коллегам, потому что G1 не может быть высокой степени злокачественности. Если я вижу заключение высокой степени злокачественности G3, вот это однозначно высокая степень злокачественности. Если я вижу G2, вот здесь 10 раз надо пересмотреть самой. Потом, если я вижу заключение попиллярный уротелиальный рак низкой степени злокачественности с подозрением на инвазию, Такое заключение было в предыдущем докладе. У меня сразу возникают сомнения. Это значит, скорее всего, высокая степень злокачественности, либо другой вариант, что там нет подозрения на инвазию и морфологи что-то другое приняли. Понимаете, поэтому с мочевым пузырем на самом деле с этой двухступенчатой классификацией очень проблемно и сложно. Вот если бы в этом случае было написано низкой степени злокачественности Ж1, можно успокоиться. Там ничего не будет. Там не будет никакой резидуальной опухоли. Особенно если взяли, ну наши урологи, по крайней мере, берут еще и края основания опухоли, мышечную оболочку, еще и края, чтобы попала нормальная слизистая оболочка, мы посмотрели, что делается там. Поэтому вот я выступала за то, чтобы в наших клинических рекомендациях не убирали градирование 73-го года. Хотя бы из этих соображений, чтобы у вас, у клиницистов была возможность хоть как-то оценить адекватность морфологического ответа. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав Геннадьевич. У нас эти морфологи, по-моему, пишут до сих пор по обеим классификациям, насколько я помню. Ну, продолжая дальше... Можно один насущный вопрос в дискуссии с НБЛОК-резекцией, дифференцировкой опухоли и так далее. Обратился пациент ко мне, сделали в одном ведущем московском лечебном учреждении НБЛОК-резекцию опухоль порядка 2,5 см и получили микроинвазию в пределах 3 мм поверхностный мышечный слой. Оценили НБЛОК-резекцию Р0 в патоморфологе. Что дальше делать с этим пациентом? И правомощь ли ставить Р0 при НБЛОК-резекции? Я, Константин Андреевич, прослушал... Радикальная резекция поверхностного слоя. Ну, условно говоря, НБЛОК-Т2, получается, на поражение, да, и можно ли его оставить? Негативный хирургический край, микроинвазия, там, порядка 3 мм участок. Вопрос, что делать дальше? Тут либо цистектомия, либо тройная, тримодальная терапия. Тут зависит от коморбидности пациента, в принципе... Молодой, сохранной. Молодой, сохранной. Например, НБЛОК-резекции мы можем оценить хирургический край резекции. Ну, то есть это объект, который позволяет нам уверенно, адекватно... Это как диссекция по следствиям слоя. Мы маркируем этот край гистологической краской, то есть мы оцениваем истинный край, и мы можем сказать, что он негативен, тем более, если речь идет о микроинвазии в мышечный слой стенки мочевого пузыря, то R0 может быть оценена объективно-морфологически при НБЛОК-резекции. Вопрос в том, цистектомия или не цистектомия, если сократить все это, да? Правильно я понял? Второй вопрос. Вопрос в двух пересмотрах мы видим инвазив мышечный слой, в двух пересмотрах тоже ведущих лечебных учреждениях мы не видим инвазив мышечный слой. Это реальный пациент. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Да, ну пациента провели потом... Пятого морфолога взять. Три курса на эвадивантной химиотерапии, на четвертый он уже не вышел. Силу сопутствующей патологии. Вот такая вот интересная история. Если сила сопутствующая патология не вышла, то тут... Ну, извиняюсь, из-за нежелательных явлений. Побочный зертат химиотерапии. А чем история-то закончилась? Он жив? Пациенту сделали цистоскопию, заподозрили рецидив опухоли или продолженный рост. Делали тур по гистологии, получили раконситу под двум пересмотром хроническое воспаление. Ну и дальше пациента активно наблюдают. Ну, есть группа... Продолжим. Да-да. Есть такая группа пациентов, которым тура достаточно, конечно. Ну, следующий вопрос. Мы, конечно же, возвращаясь к нашему клиническому случаю, мы сделали пациенту максимальную трансфертуральную резекцию, и при ведущей гистологии это был полный объем. Мы не только биопсию выполнили, мы все образование срезали. В процессе резекции открылось устье правого мочеточника. Оно было свободно от опухоли, оно располагалось в пределах глубокого мышечного слоя в данном случае. И следующий вопрос, который бы хотелось, может быть, как раз-таки Елизавете Владимировне адресовать, Коля недавно докладывала. Будете ли вы делать уротероскопию данному пациенту, и всем ли вы выполняете ее? Просто наличие опухоли рядом с устьем. Нет, мы не будем делать рутинную уротероскопию, мы будем делать контрастные исследования, смотреть урографическую фазу. А по поводу... То есть вопрос, если мы открыли устье интероперационное, то тоже не будем делать. Ну, вопрос, нужно ли исследовать верхние мочеводящие пути. Сергей Александрович, а Вы как считаете, нужно уротероскопию этому пациенту делать? Я думаю, пока на этом этапе кетеорографии достаточно. Если у больного дальше будет рецидив опухоли, то тогда уже нужно искать что-то вверху. Или, включая при наблюдении, наличие позитивного и цитологического исследования? Просто согласно рекомендациям всем пациентам уротероскопию, насколько я помню, нужно делать, у которых опухоль локализуется в области треугольника, особенно если она в области устья расположена. Но если мы сделали тур мочевого пузыря и устья правая открылась только после того, как мы удалили опухоль, если мы начнем делать уротероскопию, мы оторвем мочеточник. Это, наверное, такой не сильно хороший вариант. Нет, мочеточник там и все-таки в регионах у нас хорошие специалисты, вряд ли оторвем. Ну, надеюсь, что не оторвем. А вот диссеминацию вполне можем... Мы же здесь, правильно я понял, еще не уверены в полноценности резекции, да? Нет, интероперационно все опухоли поверхностные, радикальный натур, интероперационная картина. То есть мы, в принципе, уверены в радикальности резекции. И устья свободна, макроскопически от опухоли. Но которая устья открылась в дне... В дне резекции, да. В дне резекции. Да, но в мышечном слое, то есть не в клетчатке, как это тоже иногда, кстати, бывает. Может быть, у кого-то другое мнение есть? Кто бы уротероскопию сделал? Хорошо, Устье Вагенакович. Мы начали делать уротероскопию, не отходя от кассы. Прямо во время этой операции ему надо было делать уротероскопию. Однозначно. Все показания на руку не делали. Еще мнение у кого-то есть? Все сейчас думают, наверное, что бы сказал Алексей Георгиевич. При рецидиве 100% уротероскопия. А тут... Ну, это частая локализация, в конце концов. Если всем делать уротероскопию, я уже все помечаю, что мне нужно уточнить в клинических рекомендациях. Мария Владимировна открыла этот ящик Пандоры. Боюсь, вечер у меня будет насыщенный знаниями. Ну, вот это тоже отметил. Насколько я помню, что там все-таки рекомендуют. Ну, ладно, перейдем дальше. Мы в итоге пациенту сделали уротероскопию. Дополнительных образований в верхних мочевыводящих путях мы пациенту этого не нашли. Соответственно, мы пациенту рекомендовали БЦЖ-терапию. Учитывая, что все опухоли поверхностные, высоко дифференцированные, но при этом их много. Но, к сожалению, ввиду проживания пациента, пациент прошел только индукционный курс БЦЖ-терапии. То есть это 8 еженедельных введений. И встретился с нами уже в феврале 2019 года через больше около полутора лет. Уже с инвазивным рецидивом мы видим данные МРТ, данные гистологические, цистоскопию. Если можно запустить картинку, чтобы включилось видео. По данным МРТ, наиболее крупная опухоль по задней стенке расположена с поражением мышечного слоя. Дивертикулы мочевого пузыря в верхних мочеводящих путях по обследованию опухоли дополнительных выявлено не было. По данным гистологии, пациенту выполнена трансфортуральная редекция с целью удаления от опухоли. И вообще гистологическое подтверждение глубина поражения до мышечного слоя, собственно, мышечного слоя, низкая степень дифференцировки. Что в этой ситуации, Сергей Александрович, Вы бы сделали? Цистоктомию пациенту или тримодальную терапию можно применить у этого пациента? Как Вы считаете, пациент категорически от цистоктомии стал отказываться? Вы сами ответили на свой вопрос. Отказывается от цистоктомии, то мы же не... Заставить не можем, да. Сильники, да? Ну, все-таки, возможно ли тримодальная терапия у этого пациента вообще? Есть ли у нее шансы какие-то? Лично у меня небольшой опыт ведения пациентов на тримодальной терапии, но она очень эффективна в онкологическом плане. То есть у многих пациентов полный регресс. Но проблема с мочеиспусканием. Лучевые циститы, микроцистисы – это просто бич. И вот у меня опыт удаления трех мочевых пузырей, посттримодальной терапии из четырех или пяти больных, я не помню, по поводу микроцистиса. И во всех случаях опухоли не было. Если мы рассматриваем тримодальную терапию, то, конечно, наверное, в большей степени при Т1 стадии можно рассматривать. Здесь вот, если посмотрите на контрольное исследование МРТ, то там не Т2, а Т3. То есть о тримодальной терапии речь не идет, потому что пузырь после лучевой терапии даст... Ну, то есть это еще закончится образованием свища. Поэтому я думаю, что в данном случае тримодальная терапия как бы в принципе не может быть рассмотрена. Хотя я согласен, Сергей Александрович, что как альтернатива, но только при Т1 стадии, это хорошая методика со всеми теми побочными эффектами, о которых мы говорим. Сейчас на самом деле расширяются показания для тримодальной терапии. Я думаю, что, ну да, риск свища и вот того, о чем я сказал, это все сопровождает этот вид лечения. А сторонники тримодальной терапии скажут, что у вас порезы после цистектомии вашей кишечной деривации или там мочевых, да и много чего, да. Порез лучше, чем свища. Ну, поможет нам разобраться в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря Мария Владимировна Беркут.